Приветствую! Поговорим о заявлении Владимира Зеленского, посвященному пересмотру решений ВЛК касательно инвалидности и непригодности к воинской службе. И давайте разберемся с тем, насколько это вообще реалистично, насколько это возможно, и к каким последствиям юридическим это может привести тех людей, чьи дела, соответственно, будут пересмотрены. Итак, начнем мы с того, где появилось это заявление и как оно написано. Это тоже немаловажный момент. Я нашел эту информацию на официальном телеграм-канале Зеленского. Вот эта публикация. Провив заседание РНБО, решения такие. И вот давайте посмотрим, что же за решения. Вот оно. Провести комплексную проверку об грунтованности тих решений ВЛК щодо инвалидности и непридатности до воинской службы, которые были ухвалены в период с 24.02.2022 года. И могут быть связаны с коррупционными порушениями. Стоп. Вот здесь хочу остановиться и сказать. Офис президента. Вот к вам обращаюсь. Ну, найдите людей, которые могут писать юридически грамотные тексты, а не подставлять президента. Ну вот что вы делаете? Вы здесь пишите. Проверите решения ВЛК щодо инвалидности. А вы в курсе вообще, что ВЛК инвалидность не устанавливает? Она не проверяет инвалидность. Она никоим образом к инвалидности не относится. Что вы пишете? Соответственно, все, кто имеет группу инвалидности, вот сразу все, можете поставить этому видео лайк, закрыть его, успокоиться. Ну и в лучшем случае написать позитивный комментарий. Потому что вас это не касается. Если мы говорим о проверке решений ВЛК, то инвалидности это не касается. Они не имеют полномочий устанавливать, отменять, либо пересматривать решения о инвалидности. Ведь для этого есть совершенно другая структура. Называется она МСЭК. Вот та структура может поднимать этот вопрос. А здесь ВЛК никак. Ну то ладно. То такое дело, я думаю, офис президента найдет нужного человека. Вот. Что дальше они пишут? Что всеми случаями, когда решения явно безподставные и незаконные, мают заняться правоохранители. Далее, уважаемые. Итак, можно ли пересмотреть все решения ВЛК? Да, конечно, можно. В чем проблема? Можно там какие-то коррективы внести в 402 приказ. И нормативная база это вообще не проблема. Да, мы знаем, что когда государство хочет, оно создаст любые законы под те задачи, которые ему нужны. Но вопрос, насколько это возможно? Ну вот давайте вдумаемся. За полтора года, за полтора года боевых действий, сколько решений ВЛК было принято? Я думаю, это сотни тысяч. Ну вот мне так кажется. Сотни тысяч. А возможно даже больше. Возможно счет идет на миллионы. Вопрос. Насколько быстро можно проверить все эти решения ВЛК? Та-дам! Вот вам ответ на вопрос. Насколько это все реально? Конечно же реально, но долго, но долго. Кого дернут в первую очередь? Я думаю, что будут в первую очередь выбирать тех людей, которые... Переписки с которыми нашли у военкомов, которых задержаны. Да, мы знаем, что начальники ТЦК и СП задержаны, работники, военнослужащие ТЦК и СП задержаны есть. Будут смотреть их переписки, выявлять переписки о чем там, да? А они же безусловно там есть переписочки, есть сохраненные. И вот этих людей будут выявлять в первую очередь. Далее, кому нужно напрячься, скажем так, да? Вот мне думается, что дальше будут смотреть каким образом. У кого толще папка? Ну вот в прямом смысле этого слова. То есть будут просто брать дела и смотреть, у кого толще папка. Вот у кого толще папка, того не трогаем. А вот у кого тоньше личное дело, вот теми будут заниматься в первую очередь. Но это когда уже широким гребнем будут грести, да? Почему я так говорю? Потому что по толщине папки можно уже понять, ну заподозрить. Заподозрить можно. И мы же понимаем, что есть масса людей, у которых в личном деле нет ничего. Нет ничего. Потому что эти люди договорились с кем-то, им пообещали, просто написали решение ВЛК и соответственно все. Там нет никакой медицинской документации, нет никаких результатов анализов, обследований и прочее. Там заключение врачей, которые подтверждали бы диагноз. А если их нет, значит возникает вопрос. А как появилось заключение ВЛК? Соответственно, вот этих людей будут трогать уже во вторую очередь. Ну а все остальные решения проверять, да? То есть там, когда у человека вот такая папка лежит, ну маловероятно, что все эти документы поддельные, да? Ну мы понимаем, кто болеет, у кого проблемы со здоровьем, тот понимает, что как правило ты болеешь там не первый год уже, да? Понятно, что есть исключения, но у тебя за годы жизни накапливаются эти медицинские справки, их сложат туда все в папочку и будет видно, что человек реально болеет, да? Дальше мы поговорим о юридической стороне дела, что грозит тем людям, чьи дела будут пересмотрены и возникнут подозрения, что эти люди коррупционным путем получили заключение о непригодности к воинской службе. И перед тем, как мы перейдем именно к рассмотрению этого вопроса, хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал, информации в нем гораздо больше и появляется она более оперативно, чем на ютуб-канале. Также там я отвечаю на ваши вопросы в комментариях. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному видео. Итак, когда мы говорим о последствиях, мы должны говорить о уголовной ответственности. Да, понятно, потому что дело будет перередано в полицию, и дальше полиция будет этим вопросом заниматься. Так вот, какая же уголовная ответственность грозит этим людям? Смотрим Уголовный кодекс Украины. А в Уголовном кодексе есть статья 358, называется она «Подробление документов, печаток, штампи и бланки. И вот именно по этой статье будут привлекать тех людей, которые, получив эту справку, например, выехали из Украины, и будут привлекать по части 4 этой статьи и квалифицировать такие действия, как выкорыстание завидового педробленного документа. И уголовная ответственность здесь, как мы видим, штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов грамотян, имеется в виду 850 гривен, понятно, не страшно, сейчас ноги успокоятся, скажут, да, такой штраф вообще заплачу, не проблема. Или, дальше смотрите, или есть, арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 2 лет. Ограничение свободы, возможно, на срок до 2 лет. Итак, вы увидели, какая уголовная ответственность грозит тем людям, которые путем коррупционных связей получили заключение ВЛК о непригодности к воинской службе. И, кстати, обращаясь, снова вспоминая офис президента, вы, может, видели уже заявление подалека по поводу того, что кому что не нравится, может купить справку ВЛК и выехать из Украины. Подробнее я рассказывал об этом в видео. Так вот, обратите внимание, что те, кто послушает подалека и сделает, как он сказал, да, купит справку ВЛК и выедет, имейте в виду, что вам грозит в дальнейшем уголовная ответственность по статье 358, части 4 Уголовного кодекса Украины. Вот такая история. Если вы считаете, что данное видео было вам полезным, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, и вы найдете еще много полезных видео. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.